Ботанический сад Ботанический садовник Ян Метик, доброе утро! Доброе утро! Казалось бы, что все известные растения уже давно изучены, занесены в энциклопедии, но в вашем пресс-релизе говорится, что ежегодно открывается до 2000 новых видов растений. Как это вообще возможно? Это возможно в двух причинах. Одна причина в том, что наши научники уже делают DNA-анализы. И некоторые виды появляются так, что до сих пор думали, что вот это растение один вид. Но сделали DNA-анализ. Анализ DNA. И выяснили, что химически разное. Но другая причина в том, что до сих пор есть в мире такие места, куда ботаники еще не попадали. И оттуда они найдут новые виды. Но это не значит, что все эти новые виды какие-то огромные, сразу видно. Большинство из них такие крошечные, и разница между старыми видами такая... И новыми, и незначительные. Незначительные. Хорошо. Но все-таки новые. Вы пришли не с пустыми руками. С чего начнем? Глаза разбегают. Давайте зубной щетки, которую мы анонсировали. Вот это я держу в руках. Это зубная щетка. На ней нет щетины, но, как объяснил нам Ян Метик, принцип действия этой зубной щетки таков, что нужно отодрать кору и начать жевать. И тогда появятся волокна. Точно так есть. Но это очень традиционная щетка из регионов от Турции до Индии. А из какого растения это делается? Это называется растение Сальвадора. Это небольшое дерево до трех метров. И особенность его в том, что она очень твердая, но все-таки с ним можно делать почти все. Давайте посмотрим на экран. Это то самое растение, да? Нет, это одно из самых больших растений в мире. Это то, которое занимает гектары земли, да? Точно так есть. Из него молитвенные щетки делают, да? Нет, к сожалению. Тоже нет, да? Это дерево, это одно растение занимает огромную площадь земли. Вот за счет чего, хочется спросить, оно занимает? За счет корней? Его система работает так, что у него очень такие горизонтальные ветви. И от ветвей растут воздушные корни. И когда корни касаются земли, они уже станут настоящими корнями. И в конце концов, они станут уже стволами. И так это растение ходит по земле. И в истории говорят, что самое большое дерево взяло на себя 20 гектаров. Правда ли это? В руках я держу. Удивительно. Но это вот мы все любим георгины. Осенью я вот часто даже себе домой покупаю. Мне очень нравятся эти цветы. А это стебель георгина, можно себе представить. И он, как сказал Ян Метик, выполняет функцию даже трубы в некоторых местах. В сельском хозяйстве это используется. И вода доставляется вот по этим трубам прямо в поля из рек. Если в разрезе посмотреть, то у него с одной стороны получается тут дырка, а с другой стороны там вот закрыто. То есть, в принципе, можно и как бокал использовать. Точно. И их еще использовали как бутылки. В том смысле, что если взять такую бутылку, это намного легче, чем взять бутылку из стекла или что-то. Вот еще один ствол у нас есть. Я думаю, что наши телезрители даже не догадаются, от чего этот ствол. На самом деле, это ствол от кактуса. Вот эти огромные кактусы, которые растут в Южной Америке, которые достигают 3-5 метров, они держатся за счет вот этой древесины своего ствола. Если вот посмотреть на эти дырочки, то через них иголки кактуса и выходят, да? Да, да. Вот это вот один из представителей у нас здесь на столе лежит. А я возьму его. Вот самый большой кактус. Не уколись, не поранься. Так, я уже укололась, но тем не менее, вы видите, в середине вот находится как раз это основание, та самая древесина, которую этот кактус и держит таким высоким и прочным, устойчивым. Еще одно очень интересное растение, которое стоит показать, похоже на мочалку. Расскажите, в чем его особенность. Да, оно очень необычное. Это тиланзия или испанский мух, еще его называют. Она из Южной Америки тоже, и она из немногих растений, у которых нет вообще корней. Она все получает из воздуха. И, кстати, это растение очень важное в развитии производства автомобилей. Так как с этим растением были полныны первые сидения фордовских автомобилев. Ага, вот так. То есть это наполнитель для сидения. А я держу в руках еще одно интересное растение. Как сказал Ян Метик, оно имеет неприличное название в африканских странах, где произрастает. Но его сравнивают с пятой точкой, скажем так. Да, но на самом деле еще его называют как растение-камень, поскольку оно вот так притворяется камнем для того, чтобы травоядные животные просто-напросто его не съели, подумав, что это действительно не растение, а камень. Ну, а еще у нас есть такой вопрос, что вся вот эта экзотика, которую вы принесли, она в основном это Южная Америка, Южная Африка, то есть экзотические страны. В Эстонии есть чему удивляться? Конечно, есть. Например, есть одно растение, ну, чего я думаю, что многие знают, это россянка. И россянка в том, что, ну, все думают, что такие растения, которые кушают насекомых, только... Вот это растение, это не наше? Нет, это тоже наше отечественное растение, это перберис. Чем оно удивительно? То, что оно сможет движаться. Как это? У него есть такие милые, желтенькие, пушистые тычинки. И если насекомое идет на цветок, и все эти тычинки сразу так... Сжимаются. Сжимаются к насекомым, потому что все, чтобы весь этот пыль пошла на насекомое, чтобы опыление все-таки... Было более эффективным. А давайте еще посмотрим, у нас есть некоторые фотографии. Ну, эти плоды, ну, люди, в общем-то, этих плодов больше знают. Это барбарис, да? Барбарис. И еще? И вот это россянка, да? Вот это россянка, это наше отечественное растение. Растет, такое маленькое, красненькое растение, растет в болотах. И оно кушает насекомых. Ну, люди... Ну, вот тут как раз мы видим, жертва попала. Хищное растение. Кстати, у нас в Эстонии даже два вида. А это что? Это тоже россянка, это другого вида. Один с такими длинными листьями, другая с круглыми листьями. Ну, что ж, мы видим, что очень много интересного есть в Ботаническом саду, так что добро пожаловать туда. До 4 февраля, успейте. Ну, и вообще, в принципе, в любое время года заходите, а мы благодарим старшего садовника Яна Метика, который нам такой интересный рассказ подарил и столько интересных экспонатов принес с собой. Спасибо вам. Спасибо, что пригостили.